Рад видеть. Большое спасибо всем журналистам, что присутствуете и освещаете наше мероприятие. Я в первую очередь хочу сказать вообще о нашей площадке, о нашей платформе, которая недавно появилась. Мы провели большое мероприятие в зале Интерсухом. Какие-то ключевые базисные вещи мы там озвучили, да, там нашу, скажем так, идеологическую платформу. Мы все приверженцы принципов справедливости, что касается государственного управления, экономики, о чем Адгура Миранович говорил, у нас очень много сегодня проблем. И вот такая у нас появилась идея, мы ее воплощаем, создали платформу, она максимально открытая, она максимально гибкая. По участникам видно тут и представители оппозиции, представители гражданского сектора, экспертного сектора. Там, скажем, независимые деятели. Нас всех объединяет некие общие базисные принципы, на которых мы планируем в дальнейшем строить нашу работу. И хотелось бы в том числе обратиться к гражданам Абхазии, людям, у которых есть какие-то идеи, у которых есть какое-то мнение свое. Мы абсолютно открытая площадка, нас не так трудно найти, там в социальных сетях можете написать. Мы с удовольствием, скажем, следующую нашу встречу проведем в более широком формате с новыми людьми. Мы здесь не по родственному принципу находимся и не по какому-то политическому принципу. Мы все граждане Абхазии и обеспокоены сегодняшней ситуацией. Кто-то из нас, мы будем какие-то критические заявления делать, будем реагировать на действия власти, который мы считаем противоречит интересам Абхазии и абхазского народа. У кого-то есть какие-то конкретные предложения, которые мы будем, в том числе и законодательные инициативы. То есть максимально такая гибкая структура, которая будет заниматься и реагированием на текущую политическую повестку, и в том числе будет предлагать какие-то свои идеи. Мы максимально открытые, я еще раз скажу, максимально гибкие. Тут у нас и депутат парламента присутствует. Я надеюсь, к следующей встрече еще несколько депутатов изъявят желание участвовать во всем нашем этом формате. Самое главное, мы считаем это открытость и диалог в обществе важен. Мы создаем некую платформу, которая в первую очередь будет открытая, и в которой люди могут и обмениваться своими мнениями. При том, что какие-то базовые ценности у нас у всех одни, и мы их все разделяем. И хотелось бы, чтобы до этого уже нашему примеру последовали и наши руководители государства, и тоже важные политические решения, что касается и энергетики, и экономики. Они обсуждали вместе со своим обществом. Да, и как правильно было замечено, ошибки – это неизбежная часть государственного строительства. Но чтобы минимизировать это количество ошибок и их влияние на общество, надо, конечно, чтобы государство вместе с обществом, с экспертами и с оппозиционными структурами, в том числе, обсуждало какие-то решения. Да, и мы все желаем своему народу и своему государству блага, поэтому мы с удовольствием будем подключаться к решению важной проблемы, будем помогать власти, если она будет идти на правильном пути. Но, к сожалению, сегодня все решения принимаются кулуарно. Есть и какие-то позитивные со стороны власти, какие-то движения, только мы слышим в отношении иностранных олигархов, инвесторов. А, к сожалению, что касается абхазского народа, вот приведу пример, нам всем повысили стоимость электроэнергии. Я до сих пор не понял, почему мы, абхазский народ, который сегодня не способен, так скажем, свои какие-то базовые потребности решить, у нас и проблемы, у нас колоссальная безработница, и у нас в селе какая-то катастрофическая ситуация, и нам и нашим людям просто взяли, подняли в несколько раз стоимость за электроэнергию. То есть эти все решения, пагубные и вредные, мы, конечно же, будем на них реагировать. Что касается наших предложений, скажем, там у моих друзей, соратников, есть предложения по развитию альтернативных источников электроэнергии, есть идеи о внесении в наш закон современных правовых механизмов, к примеру, там известны во всем мире принимаемые так называемые зеленые тарифы, чтобы провоцировать людей для установки солнечных панелей, и цель которой является снижение общей нагрузки потребления на наши сети. То есть очень много разных идей есть, которые, к сожалению, мы можем как идею представить, но воплощать их все должна текущая власть, которая отвечает там за развитие страны. Мы, в свою очередь, можем провести какую-то экспертную работу. Вот хорошую работу провел фонд АМТА, предложил свою концепцию развития взаимодействия с Северным Кавказом. Я считаю, что эту инициативу власть обязана рассмотреть и дать какой-то ответ. Либо она там подходит, если не подходит, почему, если подходит, давайте вместе будем реализовывать. Я думаю, что уже время прошло, скажем, такой просто оголтелой критики. Если власть готова идти на какие-то шаги по изменению жизни наших лучших, мы, конечно же, власти поможем. Это наша страна, и мы все за нее отвечаем. Если же власть закрытая, мы будем ее открывать. Вот мое мнение такое. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...